Меня зовут Яна Астахова, я из города Владивосток, сейчас мне 21 год, и моя основная деятельность это съемка видео, журналистика, и началось все как раз с медиа-центра Следопыт, то есть я начинала в классе седьмом, вместе со Следопытом мы ездили, снимали везде, и вот сейчас это моя как бы основная профессия, и в то же время мое хобби, потому что я это очень люблю, вот, съемки, путешествия, вот, из года год все не меняется, с моей лучшей подругой Ариной, Следопыти, вот, и мы начали ездить, мы были в Орленке, где мы были еще вместе, ну и в принципе по Приморскому краю, то есть мы ездили в Хасанский район, снимали оттуда репортаж, то есть у нас были такие путешествия и съемки, и фильмы снимали, вот, и все-все снимали, все, что только можно было снимать. После Следопыта я начала играть на гитаре, еще я танцую, вообще, мне кажется, я очень творческий человек, потому что мне нравятся все проявления творчества, такие как кино, танцы, пение, музыка, вот это все, ну и я еще учусь на журналиста в Дальневосточном федеральном университете. Да, я очень люблю Владивосток, но раньше, когда я была маленькая, да и в принципе даже сейчас, мои сверстники говорят, ой, мы хотим отсюда уехать, но я почему-то наоборот считаю, что во Владивостоке сейчас все больше и больше красок, у нас открываются новые парки, у нас открываются новые места, и здесь очень творческий город. Вокруг меня очень много творческих проектов, там у нас есть музыкальные группы, которые только вот во Владивостоке родились, и которые здесь до сих пор поют, вот моя любимая музыкальная группа, это группа Хи, они как раз из Владивостока. Я считаю, что наш город, вообще, я очень люблю наш город, потому что здесь вдохновение, здесь море, здесь сопки, здесь очень классные люди. Да, я участвовала в кастинге около 4-3 лет назад, я сделала видеоролик о Владивостоке в стиле Орла и Решки. Привет, меня зовут Яна Астахова, я люблю путешествовать и Орел и Решку. Сейчас я расскажу тебе о русском Сан-Франциско, городе мостов, гор и море. Да, именно о Владивостоке. Владивосток известен праворубными машинами, но еще один из его символов — фуникулер. Фуникулер — это два вагончика, которые ходят вверх-вниз в особке Орлине. Я не прошла на кастинг, но этот репортаж я отправляла на разные конкурсы, и он победил, и он победил в трех конкурсах всероссийских. Я получала даже награду как лучший корреспондент, при том, что обычно я участвую в роли оператора, а тут я первый раз попробовала себя в качестве того, кто будет работать на камеру. Путешествовали ты куда-нибудь еще, может быть, за границей? Да, я была очень много раз вообще в принципе в путешествиях, то есть для меня это основной источник энергии. Путешествия, знакомство с новыми людьми, с новой местностью. И вот как раз из-за своего навыка того, что я могу снимать, сейчас очень много есть возможностей путешествовать. Была в Ирландии бесплатно, с того, что я сняла ролик про Владивосток на английском языке, я поехала в Ирландию на месяц учить английский. Также я вот училась полгода в Корее, южной, и вот месяц назад опять приехала из Кореи, как блогер. Корею открыли, и вот у нас появилась возможность съездить в Корею с моей лучшей подругой Ариной, которая тоже занималась следопытием. Этим летом я была на Алтае, где я еще была, в Оренбурге я была. Была, а, я еще как вожатый, медиавожатый работала, тоже не во Владивостоке. То есть очень много было где, и в принципе лето было очень насыщенное путешествиями и эмоциями. Я раньше танцевала кавер-дэнс, это перетанцование хореографии, кип-поп-исполнителей. И вот я приехала в Корею, походила там в студию, одну из самых известных танцевальных студий мира, One Million Dance Studio. И после этого я решила, что все, я больше не танцую кей-поп. И только когда я перепробовала всех хореографов в Владивостоке, я такая, ладно, мы возвращаемся в кей-поп. И сейчас я начала снимать каверы для кавер-команд, то есть сейчас я как оператор работаю. Вот у меня на этой неделе две съемки, одна уже прошла, и одна будет, то есть я снимаю каверы для других команд. То есть я все еще в кей-попе, но как бы не в кей-попе. Ты проводишь разнообразные мастер-классы, можешь привести пример, как часто, на какие темы? Сейчас меня попросили проводить мастер-классы для телешколы, которые раньше базировались в находке. Сейчас я провожу для детей телешколы Владивостокских по субботам такие мастер-классы, немножко мы там снимаем о разном. То есть весь опыт, который я очень много проводила мастер-классов, когда я была школьницей, очень много в школе проводила. И вот сейчас весь опыт, который мы проводили с Ариной про буктрейлеры, про съемку на камеру, про много чего там было, очень много. И вот этот весь опыт, вот этот весь кусок знаний сейчас я как бы пытаюсь отдавать в молодое поколение. Да, и меня иногда просят онлайн мастер-классы проводить. Ну и последний вопрос. Какие планы есть на предыдущие? Планы на будущее? Сейчас я думаю поступать на магистратуру в Китай, как раз по моей специальности по кино и телевидению и кинопроекту. И сейчас я готовлюсь к экзаменам Кайлз для того, чтобы поступить и учиться на английском языке там. У меня идет основной упор на профессиональное погружение в видеосъемку. То есть я начала потреблять контент зарубежного Ютуба и поняла, что там очень много всего суперполезного. То есть ты по-другому вообще открываешь сферу кино, цвета, композицию, абсолютно все сейчас по-новому. И я как будто снова вхожу в эту сферу, но уже под другим углом, более профессиональным. И сейчас, когда мне съемки заказывают, мне очень сложно снимать, потому что я все смотрю под новым углом и такая, блин, и это неправильно. А так бы вот это хотелось. А вот надо было вот так вот стабилизатором провести. Если раньше съемки были очень быстрые, то сейчас они очень медленные, потому что я прошу героя повторить одну и ту же фразу по 10 раз, такая, блин, нет, все не так, давайте еще раз. Много фильмов смотреть пытаюсь, очень много, потому что это очень важно. Изучать режиссеров, актеров. И вот у меня сейчас вот это самое главное, расти в языке для поступления за границу и расти именно в моей профессиональной деятельности, чтобы в будущем стать профессионалом настоящим, а не вот, как я сейчас, полупрофессионалом, полулюбителем. Спасибо, Яна, удачи тебе в твоем пути.